Время воспоминаний Время листопада Когда опадают листья вопросов И остается головостов Выращенного тобой древа ответов А это, ты смотри, на ветру Подержится, крепок Такой всякое пережить может Вот продолжение нашего разговора Хотел бы одну такую деталь подчеркнуть Из своего очень важного разговора с дедом Когда еще был сравнительно молодым Даже, может быть, уже не совсем ребенком Но еще и не юношей, вот так лучше сказать Ну вот, был у нас разговор о его жизни Тяжелый И в этом разговоре он Как-то отделившись от темы разговора Сказал мне такую вещь Помни Никогда ничего не бойся в жизни Бойся только Бога Это сказал человек Прошедший 49 тюрем Прошедший круги ада И как это сильно звучало из его уст Ничего Никогда не бойся, кроме Бога Еще недавно, каких-то пять лет назад Это был бы вполне привычный эпизод Из жизни его святейшества Патриарха Московского и в Северусе Кирилла Вертолет где-то на краю земли Разгон винта, короткий трап, взлет Он всегда любил и стремился подняться вверх И оказаться там, откуда виден край земли Особенно теряющийся за горизонтом Любимым Северный окоем Ледовитого океана Лететь над обновленной взросшими куполами От трудов его России Лететь к тем, кто ждет его И быть с теми, кому нужен Так было Было А может ничего и не переменилось Боюсь, что не смогу вам удовлетворительно ответить на этот вопрос Как-то я никогда ни самого себе не спрашивал А что за пять лет произошло Но я благодарю Бога за тот опыт Который даже за эти пять лет Включая этот тяжелейший опыт пандемии Вот это действительно очень тяжелое испытание Для народа нашего Для церкви нашей Но и для меня, как для патриарха Ограничены мои поездки Когда я куда-то приезжаю То по требованию санитарных врачей Там какие-то специальные процедуры Подготовки Там обезвреживание атмосферы И всего прочего Это дополнительная нагрузка на людей И для меня психологически это дополнительная нагрузка Поэтому, конечно, пандемия очень и очень ограничила Деятельность патриарха Как, я думаю, и многих из нас И это главное сейчас скорбь Потому и этой встречи могло не быть Долгие переговоры, перенос дат, перемена мест съемок Отмена поездки А тут еще ковид, локдаун, карантин ПЦР-тесты Но как-то вдруг все выправилось Сладилось И вот мы здесь Надо признать, на сегодня эта съемка тем и уникальна Встретились А впервые мы с ним увиделись чуть ли не три десятка лет назад Когда он, тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Позвал нас к себе в Смоленск На вопрос, как найти владыку, нам ответили Будет, но к вечеру Он обещался с утра быть на стройке Но какой такой стройке? Так он церковную ферму строит Первую в епархии Сами увидите, на груди крест А в руках кирпич Время такое, выживать надо И добавили Если повезет, так по джипу узнаете Повезло Джип сам на нас выскочил Мы засигналили И вскоре уже ехали вместе Съемочная группа из Москвы И за рулем он Владыка Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл У водителя же должен быть какой-то выходной день Выходные часы А мне нужно приехать на ферму в 10 часов вечера Потому что я приехал, допустим, из Москвы в 9 вечера Ну что же, я водителя потащу на ферму, да? Как? Невозможно Значит, я сажусь и еду сам Ныне вряд ли его святейшество, патриарха Московского и всей Аруси Кирилла Увидишь за рулем Разве что на отдыхе, без посторонних глаз Но руль из рук, как и тогда, в те годы не выпускает И правит сам И решение, куда путь держать, принимает сам И маршрут прокладывает по своему разумению Как и этот Мощный по задумке, дерзкий по стремительности И чрезвычайно насыщенный Сибирь и Дальний Восток Сейчас очень все быстро развивается И вокруг тебя, и ты сам во всей этой круговерте С поворота ручки двери в резиденции патриарха Началось наше третье путешествие Самое короткое по времени съемок Но самое долгое по протяженности По жизни его святейшества Точка отсчета Ленинград, Васильевский остров Коммуналка на пятом этаже Конец сороковых Начало 50-х прошлого века Да, это детство Комната 19 метров Пять человек Узкий коридор Еще жили люди в этой же квартире У отца была маленькая комнатка Которую комнаткой нельзя назвать Такая щель Печное отопление Я был ответственен за печку Начиная где-то с первого класса Я пускался каждый день вниз Утром с пятого этажа У меня был ключ от сарая Особенно тяжело было открывать этот замок зимой Когда все это сковано морозом Потом доставал топор, если нужно поколоть дрова А если они уже были наколоты, складывал на две веревки Потом делал вязаночку Клал эту вязаночку на спину Поднимался на пятый этаж Вот это было мое послушание в семье Внимание на то, что происходит внутри церкви На созидание церковного организма Ну вот это, наверное, самое главное Чем должен заниматься Патриарм А чтобы знать, надо вот так летать Как мы сейчас с вами летим Хотя я и дома сидеть люблю Но получилось так, что надо путешествовать Я работал в Северо-Западном геологическом управлении В городе Ленинграде В Ленинградской комплексной геологической экспедиции Я пришел туда в 15 лет И работал в экспедиции картографом И учился в школе Но путешествовать-то по-настоящему я стал Конечно, когда уже стал митрополитом, во-первых Меня очень интересовало Вообще архиереем Очень меня интересовала жизнь в Советском Союзе Где, как люди живут А вот когда я стал уже патриархом То с большой радостью и большим интересом Стал путешествовать Если это можно назвать путешествие Это уже были, конечно, патриаршие визиты Опять-таки по отдаленным регионам нашей страны И видел положительный результат от своих поездок И с точки зрения, в первую очередь, развития церковной жизни Строительства храмов Но кроме того, всегда встречался с большим количеством людей Дорогие отцы, братья и сестры Совершенно особым чувством я в этот раз вступил на землю Горно-Алтая Вместе с честными останками Со святыми мощами Святителя Макария Предреволюционные годы Общество было взбудоражено революционными идеями Люди как будто бы с привязи сорвались Чего только не происходило в эти страшные годы А старец-метрополит понимал, что это все ложный путь Идя по которому народ наш не обретет счастья и спокойствия мира Хаос возникает тогда, когда смятение в сознании Нету ясных ориентиров И когда внешние обстоятельства жизни Могут управлять человеческим поведением Вот христианская вера дает возможность людям сопротивляться хаосу Они появились неожиданно Увидев их, владыка у коризны покачал головой И велел нам зайти за его спину Освященник призван к тому, чтобы вот иметь дело С самыми низменными чертами человеческими и чувствами Потому что к священнику на исповедь приходит человек С такой душевной болью, с какой он никому не придет Когда про такое в житии святителя читаешь, это одно А тут, на улице Это может быть такая же исповедь Но часто человек был больной А если здоровый подходит Но иногда, может быть, чуть-чуть навеселе И вдруг увидел священника И вдруг что-то в него произошло И вот он подходит, и неизвестно Может быть, это крик души Может быть, это последняя надежда Вас оскорбили? Ну, это тоже в порядке вещей Чаще всего так бывает Оскорблений столько у нас было в старое время Вдоперестроечное, так называемое Что мы уже имеем некоторый иммунитет к этому оскорблению Мы жили в условиях давления Постоянных оскорблений Ко мне всегда хорошо относились Но я чувствовал эту какую-то инаковость Положение некоего изгнанника Изгоя Вот все так, а я не так Все с галстуками, а я с крестом Родина! Слушайте! Это требовало от ребенка мужества Каждый день Я понимал, что необходимо сопротивляться среде Среда говорит, что Бога нет А я утверждаю, что Бог есть Из своего жизненного опыта Маленького человечка Который почувствовал присутствие Божье в своей жизни И вот этот опыт я отстаивал Опыт своей религиозности Отстаивал везде, где только необходимо было отстаивать Сегодня, подлетая к Южно-Сахалинску Первое, что мы увидели Это величественный кафедральный собор Но стены это не главное Главное это человеческие души И я очень надеюсь, что В связи с освящением кафедрального собора С усилением работы православной церкви Здесь, на этой земле Многое изменится к лучшему Но для того, чтобы было так Мы все вместе должны работать Это восхождение к храму Эти ступени Этот перезвон колоколов И сама фигура патриарха Шаг за шагом поднимающегося вверх Производит впечатление предельно простое И лестница И патриарх на ней И заполненная людьми площадь Стянуты воедино Патриарх является лидером церкви И вот в каком смысле На плечах патриарха Две величайших ответственности Первая ответственность За единство церкви За объединение всех Правых и левых Радикалов и либералов Вторая задача Это связь с внешним миром Но ответственность за эту связь С внешним миром Несет патриарх Да 93-й год Я поехал в Белый дом Там было 4 дня За эти 4 дня Изменился цвет моей бороды А я, к сожалению, даже к зеркалу не мог подойти И по-настоящему умыться на себя посмотреть А когда посмотрел, увидел, что Из зеркала на меня смотрит уже другой человек Это было очень тяжелое время Для страны, для церкви Ну и для меня, потому что я был тогда как бы на стыке этих церковно-государственных отношений И по благословению покойного патриарха Алексия В общем-то и организовывал все эти миротворческие акции церкви и так далее И стоит, не помню, лейтенант или капитан милицейский Такой симпатичный молодой человек А я в рясе, в белом клобуке Яркая, солнечная погода Очень красивый день Он говорит, вы куда, отец? Я говорю, я вот туда Он говорит, не делайте этого Ведь вам нужно дойти до белого дома А посмотрите на крышу снайпер И никто не знает, что это за снайпер А убить вам будет вас, кому-то очень сейчас нужно И вот я не могу сказать, что это какой-то героизм Я даже не думал толком Не оценивал этих слов, может, в полной мере Но понял, что я обязан идти Потому что церковь мне дала послушание Увидеть, встретиться, поговорить В том числе и с руководителями, которые там заседали Я пошел Сегодня во Всероссийском храме Интронизация Восшествие на московский патриарший престол Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Во время совершения божественной литургии Он станет 16-м патриархом за всю историю патриаршества в России Положение церкви я обнаружил даже раньше, чем забирался на подоконник Потому что отец служил священником на Смоленском кладбище Недалеко от нашего дома, тоже на Васильевском острове И я посещал, стал церковь с того времени, как я себе помню И какие-то отдельные эпизоды очень врезались в мою память Я в алтаре оказался один Папа вышел причащать людей А как-то мне оказалось не то боязно, не то непривычно Никого вокруг меня нету И я вышел через царские врата и говорю Мама, а мама стояла рядом Мама говорит, отец-настоятель, вот простите ради Бога Вот Вовочка сегодня, вот прямо сейчас вышел через царские врата Он так руками замахал, говорит, ничего, ничего, архиереем будет Да, и его слова прозвучали как пророческие Так оно и случилось в жизни, стал архиереем Сейчас и подиакно возложили на него великий парамант Небольшой четырехугольный плат с изображением креста Господня И орудий его страданий Парамант имеет символическое значение И напоминает о том, что патриарх, как и все архиереи, монах Для того, чтобы понять любовь Бога А это очень тяжело без глубокого религиозного опыта Вот чтобы людям как бы далеким от такого религиозного опыта Представить себе, что такое любовь Бога Нужно представить любовь матери Как тяжела любовь матери Мать никогда не откажется от своей любви Как бы ей не было тяжело Через какие бы страдания она не проходила Если это действительно мать, а не человек, женщина с каким-то черствым сердцем Который только называется матерью Вот поэтому, если мы сравниваем любовь к Божию с любовью матери Это самый лучший, лучший образ Поделюсь тем, о чем, наверное, никогда публично не говорил Когда меня избрали местоблюстителем То я понял, что появляется, конечно, реальный шанс Что меня изберут и патриархом Хотя ничего предсказать было невозможно Я никогда не просил Господа, чтобы стать патриархом Ни разу в моей молитве не было такое «помоги мне» Я всегда просил Господа, чтобы был сделан правильный выбор Потому что понимал с самого начала Что в любом случае мне придется непросто Если меня не изберут патриархом То по-человечески, конечно, это будет разочарование какое-то Это тут кривить душой не надо Каждый человек, который участвует в подобного рода Судьбоносных для него выборах Он не может быть безразличным к негативному результату Но я понимал, что и в случае выбора Меня ждет тяжелая жизнь И никто, кроме Бога, не знает Что тяжелее И вот, сознавая, что любой выбор будет для меня тяжелым Я и просил Господа Чтобы выбор был такой Какой ему угоден А не нам Результат голосования Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 508 голосов И когда я услышал о том, что собор меня избирает Но это такой был непростой момент Очень непростой момент Потому что менее всего я в это время думал о славе О патриарших облачениях О том высоком протоколе, которым окружен патриарх Я подумал о том кресте, который Господь на меня в этот момент возлагает И по прошествии вот этих уже лет Должен сказать, что мои предчувствия в отношении креста в полной мере оправдались Избрание меня По местным соборам Русской Православной Церкви Патриархом Московским И всея Руси Приемлю Благодарю И немало вопреки глаголю АПЛОДИСМЕНТЫ Мне повезло в том смысле, что у меня очень такая хорошая была семья Вот как раз здесь на письменном столе у меня фотографии моего отца и моего деда Мой отец был человеком необычного, необычной судьбы Он был инженером на военном заводе в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде А в 47-м году после войны стал священником Первый опыт соприкосновения с жизнью церкви у меня был на Смоленском платьбище в городе Ленинграде, где служил мой отец Это самые послевоенные годы Стоял всегда в народе Только когда совсем маленький был, стоял на клиросе вместе с мамой Вот это первая, может быть, такая ступенечка Мы вот все люди и все, я думаю, в каком-то смысле мы все на одном уровне, пред Богом Рад я, что сегодня среди вас Приветствую вас Мы пред Богом все равны Меня Господь не спросит, кем ты был Он не спросит, был ты режиссером, кинооператором или митрополитом Он спросит, ты больного навещал, ты в тюрьму пришел к тому, кто там страдает Ты куском хлеба поделился, вот что он спросит Но никто никогда не спросит, ты был митрополитом, да? Или ты был каким-то выдающимся там еще политиком Этого не спросит Его миссия быть пастырем Его путь – служить миссионерам Они во всех крещеные? Старше с крещеного Надо крестить обязательно Народ должен быть крещен Его послушание – быть со всеми и с каждым Всегда и сейчас Особенно сейчас, когда страшная напасть, пандемия, коснулась каждого В нем нуждаются Его ждут И он с ними Вот я никогда не забуду пасхальных крестных ходов В старое время Вот выходишь из переполненного храма Где люди стоят с зажженными свечами В молитвенном подъеме Открывается дверь И перед тобой ревущая стена Народа, пьяные, играющие на гитарах Свистящие, кричащие Тянутся к тебе руки Чтобы вырвать тебя из крестного хода Затянуть в эту клааку А мы идем и поем Воскресение Твое, Христе Спаси Ангели поют на небесе И вот как два мира Как две страшных реальности И это был образ существования Церкви В том обществе В тех страшных условиях, в которых мы были Ну что же, мы же были участниками Ну страшной идеологической борьбы Борьбы за человека За будущее страны Ведь власти прекрасно понимали Что мы идеологический противник Когда меня из Ленинграда убирали То один из представителей власти Тогдашний уполномоченный По делам религии Который вообще ко мне неплохо относился Потому что ему было интересно со мной разговаривать А сам он был человек очень умный Такой проницательный Хотя откровенный противник Церкви И о нем, с ним можно было О многих вопросах и беседовать И многие темы поднимать Кроме темы отношения к Церкви Здесь он в лице менялся и становился врагом Так вот он сказал Ваша проблема в том, что вы реально не оценили Место религии в жизни Советского Союза У религии нет будущего А вы работаете для того, чтобы будущее было Вы вошли в конфликт Человеческая жизнь в руках Божьих Если не верить в бессмертие человеческой души То наша жизнь является совершенно бессмысленным делом Какая разница умереть в 70 лет, в 30 лет, в 80 лет Десятилетие это мгновение И если дальше ничего нет Зачем мы вообще тогда живем? Создавая внешние богатства Мы знаем, как это богатство скоро проходит И одним приносит радость, а другим горе Смысл человек обретает только в вечности Если мы верим в бессмертие Все обретает смысл И радость, и горе, и любовь, и брак И труд наш Все обретает смысл Никто, кроме Бога, не знает Как там еще сколько осталось времени Вот в руки Божьи надо себя предавать Никогда, кстати, об этом не думать Никогда в жизни не думать, сколько ты проживешь Нужно работать так, как я себя понимаю Чтобы у тебя было чувство, что нужно тебе быстро многое сделать Мой учитель, владыка-митрополит Никодим Он поставил передо мной задачу Говорит, знаешь, что я вот считаю, что ты мог бы быстрее закончить курс обучения Не 8 лет, как это семинария 4-4 академия Ну, там лет за 5 вот так Я критически, конечно, к этому отнесся Но в церкви ведь есть такое понятие послушания Мне это, наоборот, хотелось подольше поучиться Но вот он меня еще чем-то соблазнил Говорит, вот ты закончишь пораньше, а потом я тебя пошлю в Оксфорд И ты там поучишься, постажируешься Но меня это очень соблазнило Когда я закончил академию, действительно, вот в те сроки, которые были поставлены Меня назначают представителем Женеву И тогда с недоумением я спрашиваю, владыку Ну, вы же говорили, что теперь я в Оксфорд поеду учиться Ответ был такой В Оксфорд поедет следующее поколение А ты поедешь работать В моем сознании Чукотка никогда не была далекой провинции И километры, которые ее отделяют от Москвы, тоже некоторая условность И поэтому о таких местах, как Чукотка, можно говорить, что с них начинается Родина Здесь восстает солнце И идет затем над всем необъятным простором нашей страны и всего мира Солнце всходит на Донадоре и заходит над Калининградом И высвечивает то солнце не только два края бескрайнего окоема России Но и одинаковые останки недавно прошедших десятилетий Ржавые и никчемные Калининград, 1994 год Военно-морская база в Балтийске На борту эсминца двое Командующий Балтфлотом адмирал Егоров И митрополит смоленский Калининградский Кирилл Разговор все тоже об одном Разруха страны, разруха армии, флота, разруха в головах А тут еще слухи Калининград отдадут обратно немцам И как было устоять человеку Как ему тогда было выстоять Я могу понять человека, у которого вообще нет ничего на этом свете Он пришел сюда, в это место и поселился Потому что это та земля, которая стала его землей И вот обращаясь к людям, которые здесь живут Я всегда говорю о том, что они должны себя чувствовать спокойно Это не их проблема, то, что произошло когда-то Они здесь у себя дома И если мы нашему народу скажем, что они не у себя дома Вы представляете, что это такое для человека Для его психологии, для восприятия им жизни Сметение, потеря спокойствия Потеря какой-то уверенности в жизни Здесь живет миллион наших граждан И я думаю, что многие понимают, что если бы в то время иначе пошла история То не было бы и сегодняшнего положения России Как страны, набирающей силу, становящейся все более значительной Меняющей свою жизнь внутри и влияющей на жизнь окружающего мира Не было бы этого возрождения церкви И не было бы возрождения очень многих сторон жизни Но для того, чтобы жизнь была правильной Она должна быть красивой А красота жизни зависит в первую очередь От состояния нашего ума, нашего сердца И когда в 4 часа утра я открыл окно своей кельи То увидел эту необычайную красоту Восходящее солнце над Евразийским континентом Я всегда готовлюсь к проповедям Я никогда не пишу текстов Я пишу какие-то цитаты, которые мне нужны И какой-то могу план написать Но очень часто мне приходится говорить вообще Перед неожиданной аудиторией В неожиданной для меня ситуации Без всякой, конечно, подготовки Здравствуйте, Олег Петрович Мы рады вас встретить на Чукотской земле С вашим приездом Здравствуйте, Олег Петрович Здравствуйте, Олег Петрович Спасибо Ну, это я рад Вот люди ездят на юг загорать А вы в Чукотке все загоревшие Ждали вас По телевизору По первой программе Спасибо Заходите, я рада С удовольствием Попробую Только мне много целую лепешку Я люблю крем Но, к сожалению, как-то говорят, что надо намерить Очень красивые дети Вот вам Дети Все время Раздашься Конфеты Одиннадцать детей Одиннадцать детей? Да Вот, вы, конечно, все в Бога верите Потому что здесь невозможно жить, если не веришь в Бога А вот вы в замечательной олене пришли Да, вот Давайте теперь на олене-то посмотрим Да, конечно Вот такой язычок еще шершавый Давай, давай, ешь до конца Ну, чувствует, что это не то Не берет в чужих Вот, как говорит, знаете, приехали в гастролеры Смотрите, смотрите Здесь резвятся киты, разгоняя рыбу по мелководью Здесь мрачные отроги Напрягая золотоносные жилы Силятся, не сползти в воду залива Здесь вечная мерзлота Приняла и укрыла Тысячи жизней Сберегая память о страшных годах Мученичества и тяжести креста Залив креста Эгвикинот Твердая земля Земля страданий Страдание – это органическая часть человеческого бытия Полнота жизни не может быть без страдания И, может быть, человек не может жить, если полностью страдание уйдет из его жизни Сглянув через иллюминатор вертолета, я увидел белоснежный храм с золотыми куполами Яркие дома И понял, что когда народ наш трудится, он может жить и в сложных условиях И вот Господь нас учит жить так, чтобы было в сердце мирно и спокойно Это в какие-то там прежние времена люди стыдились в храм ходить Боялись перекреститься Мы живем в своей прекрасной стране От Чукотки до Калининграда Нам нечего стыдиться и никого не надо бояться Принцип такой, что чем круче спуск, тем нужно больше бросаться вперед А что это такое? Ведь когда вы подходите к пропасти, у вас инстинкт отстранится от пропасти Вы хотите назад А для того, чтобы съехать вниз с крутого спуска, вам нужно вперед Как можно больше вперед, чтобы правильно нагрузить лыжи То есть вы против инстинкта действуете Чем хуже, тем больше вперед Вы знаете, эта позиция, она и помогает и в жизни Вот чем тебе труднее, тем ты больше должен идти вперед Ни в коем случае не прятаться от обстоятельств Ты должен их преодолевать В моей келье портрет владыки митрополита Никодима Человек, который был председателем отдела внешних церковных сношений Трудные хрущевские и послехрущевские годы Иногда его называют, вот, самый главный КГБшник в церкви В 48 лет он умер от седьмого инфаркта Вот я думаю, это ответ на все вопросы Вот мог умереть в 48 лет от седьмого инфаркта конъюнктурщик Человек, который забрался на какую-то служебную пирамиду И наслаждается прелестями жизни Который живет ради себя В таком возрасте умирает только тогда, когда действительно Это уже не смерть, а убийство Так вот, он был убит системой Его убила система, несомненно Я был свидетелем некоторых его телефонных разговоров С господином Кураедовым, который тогда был Председателем Совета по делам религии Его заместителями Я думаю, что никто из иерархов так с ним не разговаривал Никто Все-таки сохранялся еще какой-то страх и осторожность У владыки не было страха И всякая осторожность пропадала Когда он видел, что действия власти Наносят прямой ущерб церковному делу Так, как он с ними разговаривал Вы знаете, слушать было даже боязно То есть это такое мужество Больше того Тоже никогда об этом не говорил Владыка Никодим однажды утром Когда я его встретил Он был в таком каком-то очень задумчивом И взволнованном состоянии Я говорю, Владыка, а что? Он говорит, какой-то сон мне странный приснился А впрочем, он говорит, не странный Я об этом всегда думаю Я не исключаю, Кирилл Что моя жизнь закончится у лагеря Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Вот у каждого из нас подспудно эта мысль была Труден и тернист путь монаха А уж коли вступил, иди Давним числом 3 апреля 1969 года Митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Будущий патриарх был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл Я думаю, что потому что равноапостольный Кирилл Я носил имя святаго равноапостольного великого князя Владимира И владыка, видимо, как-то хотел сохранить в моей жизни вот это миссионерское такое измерение, такую ориентацию И уж поскольку равноапостольным был князь Владимир, то вот и Кирилл тоже равноапостольный Ты, мол, иди по этому пути По пути служения, свидетельства, утверждения веры православной Думаю, что вот эти мысли присутствовали Хотя в каком-то смысле это моя интерпретация Мне никогда владыка не объяснял, почему он назвал меня Кириллом А может так быть, что владыка Никодим имел в виду митрополита Кирилла Ближайшего сподвижника великого князя Александра Невского Собирателя земли русской Да, да Времена-то какие тяжкие Да Татаро-Монгольская орда Да, да, да Тевтоны, шведы, разбитые Александром Невским Александром Невским Иные с оружием, а иные на конях А мы Господа нашего призовем Они поколебались и пали Мы же восстали и стоим прямо Александр Невский был достаточно одиноким человеком Потому что его политика не вызывала полной поддержки со стороны других Кроме того, его ориентация на северо-восток России И, собственно говоря, перенесения великокняжеского престола из Киева Она ведь по-разному воспринималась Владимирские леса – это было самое лучшее место Конница, которая тогда покоряла Евразию Она не могла действовать в лесах И если говорить о влиянии митрополита Кирилла То ведь митрополит Кирилл поддерживал Александра Невского В том числе и в его отношениях с Ордой Он благословлял его на то, чтобы он ходил к хану Он его подвигал именно к тому, чтобы замириться с татарами И одновременно, как мы знаем, в это же время Александр Невский занял непримиримую позицию В отношении агрессии с Запада Небывательная Руси Латинская вера Нельзя отрывать политическую и церковную роль Александра Невского От митрополита Кирилла Он стоял за ним Он был его духовным руководителем И, конечно, авторитетом Запад, как таковой, не отвергался У Александра были деловые отношения Дипломатические отношения с Западом Торговали с Западом новгородцы Это же исторический факт То есть какой-то изоляции от Запада не было Но при этом русские люди И это было выражено ясно в позиции Александра Блюли свою независимость Духовную независимость Свой духовный суверенитет Это пример для России На последующие времена Вместе с этим развитием отношений Не теряйте свою подлинность Вот это заповедь митрополита Кирилла II Ну и патриарх Кирилл полностью эту идею поддерживает Всю свою жизнь я учусь И, может быть, учусь, во-первых, на примере других людей Ну и, конечно, много приходится просматривать разных текстов Ну не будем даже об этом говорить В общем, процесс такого самообучения Он все время присутствует Но для того, чтобы результат этого процесса был положителен Нужно всегда сохранять самокритичное отношение К тому, что ты делаешь Как ты мыслишь Ну и ко всему тому вообще, что от тебя проистекает Если ты теряешь критический взгляд на самого себя Я думаю, что никакого прогресса не может быть Патриарх переломил ход налаженного маршрута И мы по-внезапному для нас Но не для него Решение теперь мчимся по болотным кочкам На бронетранспортере к вершине острова Ратманово Чтобы там услышать слово патриарха Почему Ратманово? Да потому что здесь мы, Россия, ближе всего к Америке Ведь мы соседи Это трудно себе представить Но мы очень близкие соседи Живем в четырех километрах друг от друга Помолимся о сохранении Божьего творения О том, чтобы грех человеческий Не погубил красоту богозданную Красоту этого мира Пусть благословение Божие Пребывает над всей нашей страной Над народом нашим Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь Благослови, Святейший Владык Бог Благословен Бог наш Всегда, ныне и пресно и во веки веков Аминь Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе Мне очень хотелось именно здесь помолиться У этого креста Именно и за все творение За то, чтобы люди научились защищать Божье творение Не разрушать его И о мире хотелось помолиться О примирении народов И о мире среди нашего народа Я действительно не вижу в этом особого поступка Правда, не вижу Ну, так важно то, что это совершилось Вот это важно И я рад, что вы все вместе со мной Тоже не убоялись ни перелетов этих Ни холода, ни сильного ветра Поэтому спасибо Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и пресно и во веки веков Аминь Господу помолимся Господи помилуй Если говорить о общецерковном масштабе То я благодарю Бога за все то, что сейчас происходит Это благодатное время Это время подъема, развития Где-то мы ремонтируем Образно выражаясь Где-то мы строим Где-то мы идем совершенно непроторенными дорогами И это правильно Потому что нельзя ориентироваться на модели 19 века Это абсолютно неправильный подход Жизнь меняется Люди меняются Условия жизни меняются И, конечно, церковь меняется Господь привел меня Тоже проведение Божие Да, название такое Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Святейший Владыка благослови Я рад, что Господь сподобил меня посетить проведение Это особое место Наименование такое святое Проведение, Божье проведение Это проведение, это промысл Божий У проведения свой замысел Предугадать который нам не дано И лишь тот, кто посвятился Богу И молитве за каждого из нас Кто предал свое единение И скрылся от суетности мирской Лишь тот способен на прозрение замысла Божьего И словом, и служением своим Донести до нас смысл его Ничто не берет так много сил, как богослужение Это очень тяжелый труд Но, с другой стороны, я думаю, что Ничто другое так и не восполняет силы Ведь происходит огромный духовный заряд Вот это, вы знаете, к той теме Что такое отдавать? Когда человек отдает самого себя Он одновременно и получает Во все времена, отправившийся на поиски Бога человек День за днем, год за годом Удлиняет свой путь Терпя голод, холод, болезни И останавливается после долгих мытарств и лишений Лишь тогда, когда находит родник с чистой водой Находит тень, восстанавливает силы тела и души И начинает обустраиваться Поначалу пещерка, за ней бревенчатый накат А там и монастырская стена, часовня, храм и колодец Глоток за глотком, глоток за глотком Во всякий день этого путешествия Патриарх исполнял одни и те же действия Он закладывал, освящал и открывал храмы родники И за дни в день одно и то же Монотонность с внешней точки зрения По сути, конечно, каждый случай уникален Каждая литургия уникальна Она наполняется определенным смыслом Я многое вижу, многое чувствую И вот этот сигнал, который я получаю извне Мне очень помогает в жизни Он помогает мне, может быть, как-то правильно настроить свой приемник внутренний Чтобы лучше слышать людей И еще раз хочу сказать, лучше понимать Происходящее в стране и даже в мире Мой путь в этот раз пролегал через юг Сибири Затем через Сахалин, Чукотку И затем совершаю путешествия вдоль северного морского пути И теперь Сабетта Богословляется, освящается храм И в этой мирной работе, трудной, изматывающей силы Кому-то из нас, возможно, показавшейся однообразной Неожиданно открылся глубокий смысл этих повторяющихся действий Открылась суть трудов этого человека И его назначения в этом мире Его миссия – находить родники И от них тянуть и строить над Россией и миром Мощные вольтовые дуги православной веры Расставляя ее опоры в виде храмов Маленьких, деревянных и огромных каменных Насыщая их энергетикой веры В которой так нуждаются люди Нам иногда кажется, что мы очень сильные У нас может быть много власти Или много денег И много возможностей влиять на окружающий мир Но нужно помнить, что человек Это очень хрупкое существо Иногда боль сердца, душевная боль, тоска Буквально съедает человека Она мешает ему сосредоточиться, трудиться И вот чтобы человек, вовлеченный В ежедневную работу В различного рода обязательства В различного рода труды Чтобы в какой-то момент мог Выйти из этой повседневной круговерти И подумать о самом главном Подумать о вечном Подумать о своей душе Подумать о том, что такое человеческое счастье Вот для этого мы и строим храмы Вот он их и запускает От Заполярья, как здесь в Сабете Опоре нынешней и будущей силы России До опоры на Южном полюсе До станции Беллинсгаузен в Антарктике Тяжела любовь Бога Не каждому по плечу и не всякому по сердцу А кто принял на себя эту тяжесть Тот знает Да Благодарю Господа за крест Потому что без креста Я думаю, это мое такое глубокое убеждение Скажу, может, парадоксальную вещь Без креста не может быть прогресса духовного Человек растет под тяжестью ответственности Но парадокс Под тяжестью расти невозможно Тяжесть придавливает Но если вдуматься, так оно и есть Потому что тяжесть — это вызовы, с которыми человек встречается И преодолевая эти вызовы Преодолевая проблемы жизненные Обогащаясь опытом Находя выходы из этой ситуации Многому обучаясь, человек, конечно, растет Вот в этом смысле и крест Это та тяжесть Под которой человек растет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok